Приветствую вас. Мне кажется, целесообразно будет разделить ваш вопрос на две части. Первый вопрос связан с тем, что вы сами, судя по всему, испытываете некоторую проблему в интимной сфере. То есть, вы испытываете, например, проблему с оргазмом, вы испытываете некоторую, скажем так, концентрированность на сексе. Это секс для вас очень важен. Вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, ситуация здесь, она заключается в том, что вам необходимо разобраться в себе. То есть, я хочу сказать, что ваша неуверенность в себе, ваши затруднения, ваши сомнения в себе, они проистекают из ваших собственных противоречий. Вот. Понимаете? То есть, вот вы говорите, чтобы я подчислил себя мужчиной и полноценным, да? Мне нужно... Значит, ну, то-то, 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 то-то. Короче говоря. Вот. И эта условность, она... Эта условность, она мешает вам полноценно принять девушку. Молодценно принять ее страх какой-то, ее переживания какие-то, да? И вы говорите про принятие, про то, чтобы пойти навстречу, но сами из-за того, что комплексуете сами, из-за того, что сомневаетесь в себе, в своей мужественности, в том, что вас беспокоит, вы не можете пойти навстречу. Вы на свой счет воспринимаете то, что она делает. То есть, как бы, по сути, воспринимая это как отрицание, как личное оскорбление, из-за чего вы, собственно, и поссорились. Вот. Поэтому здесь у вас история такая, разобраться в себе, в своей полноценности, в своих страхах, полностью принять себя таким, какой вы есть, с вашими, в том числе и сексуальными особенностями, какими бы они ни были, ибо критичного в этом ничего нет, в том, что происходит. Тем более, что вас все ведет к улучшению. И после этого принять, собственно говоря, девочку. У Габре тоже, может быть, есть какие-то страхи и так далее. А так это выглядит достаточно, ну, достаточно странно. Вы требуете от девочки полного принятия, но не принимаете полностью ее, и позволяете себе, себе ее следить и оценивать. Вот. Я не думаю, что это то, что делает плюс вашим отношениям. Вот. Значит, ну, вот, в принципе, такой можно дать вам ответ. Возможно, вы слишком сильно вкладываете в нее. Возможно, вы слишком много делаете для нее, и из-за этого вам кажется, что она вам что-то должна. Нет, она вам не должна, она ничего вам не должна. И, возможно, вам стоит пересмотреть свое отношение к ней и делать для нее что-то меньше. Вот. То есть, пока что я вижу ваши, вот, собственные предотвращения, которые вы пытаетесь реализовать и компенсировать за счет девочки. Из-за чего ей возникают ссоры. Вот. Возможно, если вы донесете до нее, именно, свои чувства, то есть, то, что вам важно, без ссор, без криков, без всего, и будете это делать тематически, то ситуация, возможно, улучшится. Возможно. А, возможно, и нет. То есть, здесь нужно исследовать этот момент. Вот. В целом, я бы рекомендовал вам индивидуальные консультации для того, чтобы разобраться с собой, и, возможно, совместно с девочкой, чтобы, ну, гармонизировать ваши отношения. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.